МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Программу по сохранению амурского тигра обсудили в Приморье. Важно сберечь лес и для хищника, и для человека. Говорили, что нам помощь, какая нам нужна. Потом полить, и мы отстоим. От первого лица. Восьмой канал продолжает рассказывать истории тех, кто прошел через горнило Великой Отечественной. Мы, девчонки, по 17 лет добровольно написали заявление и пошли защищать свою Родину. Очарование Тихоокеанской России. Десятки иностранных студентов Владивостока попробовали себя в роли кукловодов в Приморском театре. Сегодня у нас первое занятие состоялось. И в его рамках мы хотели познакомить ребят именно с театром. Также в выпуске. Больше молока датские коровы голыштинской породы прибыли в Приморье. И еще расскажем. Лайнер «Коста-сирена» впервые посетит Владивосток. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Дмитрий Медведев остается на посту премьер-министра. Такое решение приняла Госдума. Также на встрече с парламентом сам Медведев назвал имена кандидатов в состав нового правительства России. Он рассказал, что среди руководящего состава Кабинета министров хотел бы видеть Антона Силуанова, который станет курировать экономический блок, сохранив должность главы Министерства финансов. Прежде этим занимался Игорь Шувалов. Вопросами развития оборонопромышленного комплекса мог бы заняться Юрий Борисов, замминистра обороны. Ранее этот блок курировал Дмитрий Рогозин. Вопросы социальной политики, труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения можно поручить Татьяне Голиковой, председателю счетной палаты России. Блок сельского хозяйства Медведев предложил курировать экс-главе Минсельхоза Алексею Гордееву, а промышленности и энергетику Дмитрию Козаку. В руководящем составе Кабмина Медведев также видит Ольгу Голодец. Она может заняться вопросами культуры и спорта. Виталию Мутко, в свою очередь, могут поручить строительство и региональную политику. Вопросы развития транспорта, связи и цифровой экономики возможно будет курировать Максим Акимов. При этом Юрий Трутнев также может остаться на должности вице-премьера в новом правительстве страны. В агропром Приморье вливают свежую кровь, а точнее молоко. Датские коровы голштинской породы пополнили ведущее молочное предприятие «Края». Одна такая буренка может дать до 12 тысяч литров молока в год. Отбором племенного скота занимался холдинг «Гринагра». В Приморье здании прилетели 185 животных. Та генетика, что мы сегодня завозим из Америки, с Дании, с Румынии. Грингрей – это высокопородный скот. И как раз у нас «Гринагра» является плем-репродуктором. То есть они занимаются не только собственным воспроизводством, но еще и готовят племенное поголовье для реализации на территории края для сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день молочное животноводство – приоритетное направление в сельском хозяйстве. В этом году в полтора раза увеличили субсидии на производство молока. Это позволит приморским сельхозпроизводителям вовремя подготовиться к зиме, заготовить корма, модернизировать производство. Отмечу сегодня, продуктивность коров в Приморье составляет 6 тонн молока в год. Вопросы сохранения амурского тигра обсудили в Приморье. О главных проблемах рассказал главе региона руководитель Центра по изучению сохранений популяции амурского тигра Сергей Арамилев. Он отметил, что существует базовый документ – стратегия сохранения амурского тигра в России. В Приморье живет две трети популяции этого хищника – около 400 особей. Краевая служба охотнодзора – структурное подразделение администрации Приморья, основная сила которой реализует стратегию в Приморье. Центр помогает в укреплении ее материально-технической базы. Кордоны для охраны переданы администрации края. Основная задача – чтобы служба не уступала по силам браконьерам. Андрей Тарасенко выразил готовность взаимодействовать по данному вопросу. Большую роль в деле сохранения тигра играют сами приморцы, отметил Сергей Арамилев. Важно создавать такие условия, чтобы у людей не возникало соблазна заходить на территорию, где живет хищник. Больше люди будут зарабатывать на меде, на зеросовхозах, на сельском хозяйстве, тем меньше у людей будет потребностей идти в лес, убивать животных на продажу. И вот служба охотнодзора, она с успехом справляется, но мы тоже понимаем, что это всего 60 человек на весь огромный Курский край. И с каждым охотником или браконьером рядом инспекторы не поставишь. Поэтому нужно тут комплексные усилия и со стороны полиции. И будет порядок с той же элитой. Можно все было оставить как есть, если бы мы гарантировали порядок ее изъять. А анализ на таможне показывает, что вывозится гораздо больше, чем разрешено. Это бывает. Понятно. Вы говорите, что нам помощь, какая нам нужна. В этом полиции мы отстоим. Новый пешеходный светофор появился на улице Верхнепортовой в районе дома номер 32. Наладить работу светофоров на этом участке договорились глава Владивостока Виталий Веркиенко и генеральный директор Владивостокского морского торгового порта Зайрбек Юсупов. Мы реализуем комплексную программу по минимизации транспортных заторов на дорогах Владивостока. Важно развязать движение в центре города и особенно на полуострове Шкота. Портовые мощности ВМПТ серьезно загружены. Нужно убрать барьеры, мешающие развитию предприятия предусмотреть стратегические и тактические действия. Первые шаги – это модернизация светофоров, пешеходных переходов, качество разметки, организация парковок. Всегда рады предложениям, каким образом улучшить жизнь в городе и благодарны за участие в его развитии, ответил Виталий Веркиенко. Также в скором времени будут модернизированы существующие светофорные объекты на Верхнепортовой 29 и Бестужева 5. Их переведут на кнопочный режим работы. На следующей неделе светофоры оборудуют специальными контроллерами и настроят таймеры, исходя из объемов пешеходного и автомобильного трафиков на этом участке. Ремонт улицы Бестужева во Владивостоке единственной дороги, ведущей с центра города Негершельт, начался 10 мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проезжая часть будет сужена, возможно, затруднения в дорожном движении, особенно в часы пик. Строительная техника и рабочие зайдут на объект в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик выставит дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах, а также ограждении конусы. Ремонт начнется с тротуара и демонтажа дорожных бортовых камней от улицы Первой Морской до перекрестка с улицей Адмирала Захарова. В целом здесь установят более 3000 метров дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтируют шесть лестниц, заменят 85 люков и решеток инженерных сетей. Новое асфальтобетонное покрытие появится на площади более 13 тысяч квадратных метров, установя два новых остановочных павильона. Восьмой канал всю эту неделю ведет специальную рубрику «От первого лица». В ней свидетели военных времен рассказывают свои личные истории Великой Победы. Имена наших героев мы впервые увидели на баннерах, установленных вдоль трасс во Владивостоке. Идея размещения портретов ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны в парадной форме на баннерах 3 на 6 метров на улице города, именно в тех районах, где они живут, возникла в 2013 году. Напомню, так необычно поздравить ветеранов и напомнить жителям о великом подвиге народа принял решение Игорь Пушкарев, будучи тогда главой Владивостока. Сейчас эта акция стала уже традиционной. Как сообщили в Совете ветеранов, на баннерах каждый год размещаются портреты разных людей. Как правило, это портреты участников войны, которые работают в ветеранском движении, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. Фронтовики встречают фотографов дома, и мы удостоились чести побывать дома у героев рубрики «От первого лица». Сегодня своими воспоминаниями делятся женщины-фронтовички Лидия Ивановна Негода и Антонина Тимофеевна Фарвазова. Антонина Тимофеевна подошла к вопросу творчески. Специально для фотосессий и встречи с нашим корреспондентом шила гимнастерку и пилотку. Те, в которых она воевала, не сохранились. О Лидии Ивановне, которая ведет большую работу с молодежью, 2 мая исполнилось 92 года. Мы поздравляем наших ветеранов с 73-й годовщиной Великой Победы. Наши отцы погибли. Отец погиб на Курской дуге. Всех женихов тоже погибли. Мы, девчонки, по 17 лет добровольно написали заявление и пошли защищать свою родину. Приехали на Третьей Белорусской нас. Когда нас везли, мы все равно нас, чтобы где мы были, чтобы мы стреляли. Но жалко было людей. Ночевали в лесу, поднимали и раненых, и все. Потом с врачом работала. Я сейчас уколы делала, сейчас уже я не могу уколы делать. Я не врач. Головой билось, ногами билось, падали. И рвы всякие подрывали. Страшно было. Ложились, деревья падали или рубили. Сейчас я уже не помню, память плохая. Ложились на шинелечках и лежали. Вот так. И прошли на Западе голод и холод, и тридцать третий год. Кошка ели, все ели. Я была в авиации. 874-й батальон авиаобслуживания. У нас были эскадрильи истребителей. И наземные части. Перед окончанием войны, уже в 44-м году, уже готовились для объявления войны, потому что Япония грозилась все время нападение. Она была в боевом состоянии. Сталин так сказал, говорит, что война, Вторая мировая война, не будет считаться законченной, пока еще существует враг Японии. Нам съезжали тревогу в 4 часа утра, погрузили мы в колонну нас. Все запчасти, все, вплоть до двигателя самолета были загружены, и мы поехали в колонну. И уехали мы, да. Пограничная была тоже вся граница была очень, ну, как вам сказать, укреплена. Укрепления были очень сильные. Японцы это дело постарались. Ну, были бои, бои шли. Это танки, пехота, авиация уходила, бомбила все это и проходили. А мы вслед шли. Мы с частью дошли, мы до Мулина-Мулин был, я через город Мулин. Это был большой укреплен, где шли бои, и Мудадзян, в котором мы остановились через эти горы, и через вот это все они не ожидали. И Мудадзян с тыла они взяли, откуда они не ожидали. И поэтому вот это все. Вот мы дошли до Мудадзяна. Ну, у нас был вот такой эпизод был. Мы подошли под город Мулин, мы увидели, что летят самолеты. И у нас в колонне одна машина испортилась. И колонна должна была остановиться, чтобы поправить машину. В это время была бомбежка, шла бомбежка на Мудадзиане. Так еще командир сказал, что кто-то у вас родился в рубашке. Мы не попали под эту бомбежку. Но мы тут же входили, уже уезжали. Это было, конечно, очень страшно и очень жутко. Вот это видит все. Хотя и говорят сейчас много, что вот такая-сякая молодежь там эта. Но я уверена, больше, чем уверена, что если, не дай бог, что-то будет, то вы, как и все, мы эстафету эту выполните с такой честью, каким мы выполнили. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Круизный лайнер «Коста-Сирена» доставит во Владивосток туристов из Кореи. Приморский океанариум присоединится к ночи музеев, но проведет свою акцию вечером. Соревнования по хоккею на Кубок Полюса проходят во Владивостоке. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «Санас» Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Ракотская, и мы продолжаем. Круизный лайнер «Коста-Сирена» доставит во Владивосток туристов из Кореи. Приморский океанариум присоединится к ночи музеев, но проведет свою акцию вечером. Соревнования по хоккею на Кубок полюса проходят во Владивостоке. Образовательная программа в рамках учебно-просветительского проекта «Очарование Тихоокеанской России» продолжается в Приморье. Очередное ее мероприятие состоялось в Театре кукол. На занятия с артистами пришли более сотни иностранных студентов вузов Владивостока, из Вьетнама, Китая, Колумбии, Южной Кореи и других стран. О том, что удивило ребята, чему они научились, на первом в рамках проекта занятий узнала моя коллега Анна Бережная. Не шуметь, не разговаривать, не мешать другим смотреть спектакль. Для этих студентов Театр кукол – волшебный мир, в который многие из них попали впервые. Восторг и интерес вызывают буквально все. И главное, сегодня здесь можно не только посмотреть, как рождается спектакль, но и попробовать себя в роли профессионального кукловода. Знакомить иностранных студентов Владивостока с русским искусством и культурой, разнообразить их обучение – главная цель учебно-просветительского проекта «Очарование Тихоокеанской России». Его организаторы – Дальневосточный филиал фонда «Русский мир» и Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы предусмотрели специальные образовательные программы. Сейчас проект проходит в Океаналиуме, в Приморской галерее картинной, планируется в цирке, также планируется в Мариинском театре. И вот мы дошли до Театра кукол. Сегодня у нас первое занятие состоялось, и в его рамках мы хотели познакомить ребят именно с театром. Закрепить уже знакомую лексику и узнать новые слова. Русский язык во Владивостоке сегодня изучают сотни студентов-иностранцев из Вьетнама, Китая, Колумбии, Южной Кореи и других стран. Русский язык – это уникальный язык. У русского языка есть богатство литературы. Я бы хотел прочитать русскую литературу на русском языке. В России есть хорошее образование и инвестиции хорошие. Хочу хорошо говорить русский язык. Какая будущая профессия у вас? Профессия – я хочу изучать экономическую. Связанную с экономикой, да? Да. Что можешь сказать по поводу сегодняшнего мероприятия, праздника? Что понравилось? Может быть, что-то удивило? Я увидел, но так… Да, понравились. Да, мне нравится, очень нравится. Первое занятие в театре, на которое пришли около сотни студентов, ознакомительное. Ребятам рассказали о различных видах кукол. Следующие уроки посвятят репертуару театра. Наиболее интересны, конечно, спектакли по известным русским сказкам. Приключения колобка, три поросенка, сказка о рыбаке и рыбке и многие другие. Именно они позволят иностранцам больше узнать о русской культуре и традициях. Сегодня в разных вузах Владивостока обучаются более 5000 иностранных студентов. Анна Бережная, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Коста-Сирена впервые в своей истории посетит Владивосток. 12 мая в 12.45 по местному времени круизный лайнер пришвартуется к причалам морского вокзала. На борту судна находится около 3000 пассажиров из Кореи, а также 1000 членов экипажа. Коста-Сирена прибывает во Владивосток из корейского порта Сакчо, далее следует к берегам Японии. Учитывая, что это первый заход лайнера во Владивосток, по традиции на борт поднимется делегация Приморья, в составе которой представители административных структур края города, а также порта морского вокзала и принимающий компании оператора. После швартовки лайнера на видовой площадке морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа. Жители гостей города ждут выступления в добрых русских традициях. Коста-Сирена отойдет от причала морского вокзала в 23 часа по местному времени. В честь этого прозвучит марш прощания славянки. За время пребывания во Владивостоке иностранные туристы познакомятся с достопримечательностями города. Напомню, прошлый круизный сезон 2017 года стал рекордным для Владивостока. Морские гиганты посетили город и его порт 14 раз. Приморский океанариум поддержит всероссийскую акцию «Ночь музеев». Правда, в отличие от большинства официальных участников, проведет свои выставки квесты-занятия днем с 12 до 18 часов 19 мая. Поскольку добраться на русский остров вечером бывает сложно. 19 мая в океанариуме откроется необычная фотовыставка. Здесь представят снимки микроорганизмов под микроскопом. Необычные ракурсы, фантастические формы, которые в обычной жизни увидеть невозможно. Фотографии сделаны учеными в основном Центра морской биологии. Также в этот день в Приморском океанариуме пройдут апробацию новые познавательные квесты в экспозиции «Тропический лес» и практическое занятие в настоящей ученической лаборатории. Дети и их родители будут решать увлекательные задачи в тропическом лабиринте, а также займутся исследованием планктона. Для участия в «Ночи музеев» достаточно купить билет в океанариум. Кроме «Ночи музеев» Владивосток вновь радует своих жителей различными площадками и мероприятиями. Культурно и духовно просветиться можно уже на предстоящих выходных. О том, как разнообразить свой досуг, расскажет в традиционной рубрике «Афиша» моя коллега Анна Бережная. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В рамках гастролей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова на Приморской сцене Мариинского театра состоится хореографический спектакль в двух действиях по мотивам романа Льва Николаевича Толстого на музыку Альфреда Шнитке «Анна Каренина». Спектакль «Лауреат премии Вильняуэва-2013» за лучший иностранный спектакль. Режиссер-хореограф Анжелика Холина. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 1000 до 3500 рублей. Международный автосалон «Владивосток-2018» пройдет во Владивостоке с 11 по 13 мая на территории Приморского кольца. Там откроется специально спроектированный экспоцентр площадью около 4000 квадратных метров. Автомобильная выставка, площадка для бизнес-коммуникаций, ворота для иностранного бизнеса, заинтересованного в выходе на российский рынок. На выставке можно увидеть новинки автоиндустрии и купить интересующую продукцию, провести деловые переговоры, заключить соглашения и контракты, привлечь новых клиентов. Вход свободный, выставка будет работать с 10 до 18.00. На эстрадную концертную программу «Русский романс. Французский шансон» приглашает Приморская филармония. Начало в 18.30. Стоимость билетов 500 рублей. А на сцене театра молодежи дадут спектакль «Все начинается с любви». Это лирическая комедия о человеческой любви и дружбе, которые зачастую оказываются единственным оружием против чиновничьего бюрократизма. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Хотите стать более выносливыми и уверенными в себе? Если фитнес или тренажерный зал кажется вам скучным, тогда вам на открытый урок под хэквондо, уверяют его организаторы. Бесплатная тренировка состоится в спорткомплексе «Молодежный». Начало в 20.00. День инноваций на Дальнем Востоке. Первую конференцию о внедрении инноваций в регионе запускают Сколково и ДВФУ. Предприниматели, исследователи и институты развития встретятся, чтобы неформально обменяться опытом внедрения новых технологий. Мероприятие состоится в кампусе ДВФУ «Корпус А. 4 уровень». Участие бесплатное, но необходима регистрация, которая начнется в 10.00. Четвертьфинал Приморской лиги Международного союза КВН состоится на сцене «Феско-холл». За выход в полуфинал будут бороться лучшие команды Дальнего Востока. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей. На очередной концерт из цикла «Рыцари Баяна» приглашает Пушкинский театр. Для вас сыграют лучшие баянисты Дальнего Востока. Начало в 17.00. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей. На познавательную программу по истории города «Старый Владивосток» детей от 9 лет приглашает в музей Арсеньева. Там расскажут, кто защищает город, какие заливы и проливы его омывают. При помощи архивных фотографий можно будет узнать, какие старинные дома сохранились до наших дней. Начало в 15.00. Стоимость билетов 200 рублей. Танцевальный конкурс «Красный квадрат» пройдет в театре «Андеграунд». Вы увидите выступления хореографических коллективов и отдельных исполнителей разных стилей и направлений. Начало в 9.00. Вход свободный. Роллер «Школа Колесо» приглашает на мастер-класс по катанию на роликовых коньках на набережную Цесаревича. Организаторы уверяют, неважно, в первый раз ребенок встает на ролики или катается пятый сезон подряд. Профессиональный инструктор «Роллер школы» поможет уверенно освоить ролики, скорректировать технику и даже освоить трюки. Начало в 12.00. Вход свободный. Обязательно предварительная запись. Спектакль-комедия «Женихи» или «Как родители дочки жениха выбирали» состоится на сцене «Феско-холл». Сцена станет своеобразным подиумом для женихов. И главными оценщиками этого нелегкого и ответственного процесса станут, естественно, будущие тести-теща. В лице известных артистов Татьяны Кравченко и Александра Панкратова-Черного. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей. А на сцене театра «Кукол премьера» спектакль «Солнышко и снежные человечки» – это сказка для детей от трех лет о приключениях двух снеговичков, которые отправляются на поиски солнышка и помогают зверям пережить морозную зиму. Начало в 12.00. Стоимость билетов – 270 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. И далее о спорте. Двухдневные соревнования по хоккею на Кубок Полюса стартовали во Владивостоке. На льду арены «Айс Тигр» встречаются юношеские команды со всего Приморья. Турнир для многих местных спортсменов станет последним перед летним перерывом и подготовкой к новому сезону. Подробнее расскажет Максим Яковлев. Это популярный международный турнир Кубок Гризли. Финал. Город Москва. В решающей игре встречаются команда из Зеленограда и Владивостокский Полюс. Оба клуба оказались лучшими в своих группах и вышли на финишную прямую. В плотной борьбе при счете 4-3 победу одерживают приморцы. И пока старшая команда празднует в столице, здесь во Владивостоке составы помладше принимают у себя свой турнир – Кубок Полюса. Соревнования, посвященные празднику победы, собрали в арене «Айс Тигр» пять коллективов со всего Приморья. Нами были отправлены приглашения на Сахалин, Хабаровск в команду Приморского края. К сожалению, Сахалин и Хабаровск в этот раз не смогли приехать. Но у нас здесь участвуют сегодня и завтра пять команд. Это две команды Владивостока, Уссуриск, Находка и Большой Камень. Игры идут по круговой системе. В день у каждой команды по два матча. Соперников хоть и не так много, однако опыт получается интересный. Особенно это касается приезжих гостей. Например, в Большом Камне сейчас с детским хоккеем непросто. Спорт все-таки не из дешевых. Такие выезды в соседний город и встречи с более опытными соперниками показывают, к чему нужно стремиться. Что касается хозяев турнира, то они подошли к матчам во всеоружии. У «Полюса» ожидаемо больше всего болельщиков. Это, например, Сергей Давыдов. В его большой семье пять детей, из которых трое играют за «Полюс». Сначала в хоккей отдали старшего, остальные же потянулись за ним. Младшие братья на этих соревнованиях в разных составах, поэтому соперники друг к другу. Немножко старший поздно пошел. Ну, на мой взгляд, семь лет. Поэтому пока не настолько, может быть, старается тоже. Ну, вот, который младший, он пошел четыре года и на сегодняшний день, уже занимаясь больше трех лет, показывает, конечно, получше результаты. Стоит отметить, что это, по сути, последний крупный турнир во Владивостоке для местной команды перед летним перерывом. В конце мая и начале июня хоккеисты проведут учебно-тренировочные сборы. А затем, только в августе, спортсмены начнут подготовку к новому сезону юношеской хоккейной лиги. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Программу по сохранению амурского тигра обсудили в Приморье. Важно сберечь лес и для хищника, и для человека. От первого лица восьмой канал продолжает рассказывать истории ветеранов. Очарование Тихоокеанской России. Десятки иностранных студентов Владивостока попробовали себя в роли кукловодов в Приморском театре. Больше молока датские коровы голштинской породы прибыли в Приморье. Лайнер «Коста-сирена» впервые посетит Владивосток. На его борту три тысячи гостей из Кореи. Приморский океанариум присоединится к ночи музеев, но проведет свою акцию в дневное время из-за отдаленности территории. Соревнования по хоккею на Кубок полуса проходят во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное. Владивосток. Владивосток прекрасно справился с честью открывать новый сезон российского спидвея. Не подвела ни погода, ни зрителей, ни команда. Восток одержал победу над соперниками из клуба «Октябрьский» со счетом 50-39 при полных трибунах. Перед началом гонки на стадионе «Авангард» состоялись показательные выступления юных мотогонщиков. Они продемонстрировали свои навыки владения техникой и умение играть в мотобол. Открытие сезона посетили первые лица города и края. А теперь и мы можем увидеть открытие спидвейного сезона. Смотрим прямо сейчас без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok